Всем привет! Сегодня расскажу про этот аппарат. Это робот-пылесос с алиэкспресс, точнее с платформы Tmall. Доставка была в постамат с момента заказа за три дня. Модель называется i-Life X785. Такая коробочка, качественная, все на китайском языке. Такие картинки здесь. Единственная этикетка, что я показывал, это наклеено на русском. Пылесос этот с функцией подметания и с функцией мойки. Есть сменный контейнер специально для воды. Ну и сейчас более подробно. Итак, по порядку. Для того, чтобы его запустить, здесь сбоку есть выключатель. Вот видите, заморгало табло. Указатель батареи, что он заряжен. Он сейчас стоит на базе. Так, здесь загораются часы. Значит, можно выставить время и также задать таймер, по которому он будет работать. Если ничего не делать, сейчас будет отсчитывать минуты с момента включения. В комплекте есть пульт. Значит, можно управлять как вот здесь, с центральных кнопок. Это запуск. Здесь у нас программа по кругу. Программа хаотичная. Это установка времени. И домой на базу домик тут нарисован. Вот. Кнопок на пульте побольше. Значит, эта кнопка, как пишут в инструкции, рекомендуется для уборки ковров. Это усиление всасывания. Это возврат на базу. И программа змейкой. Программа движения по кругу в какой-то точке, где очень грязно. Вы хотите побольше, чтобы убрал. И по периметру движения. Это полный автомат. То есть, он сам выбирает. И пауза. То есть, вы можете запустить его. Потом нажимаете паузу, он останавливается. С момента нажатия на паузу программы все сбрасываются. Вы можете выбрать любую другую. И так же, вот этими стрелками, вы можете управлять им вручную. Ну что ж, начнем. Начнем прямо так. Так, для начала работы включаем пылесос сбоку. Включили. Так, полный автомат нажимаем. Ну, обычно мы занавески поднимаем, чтобы он поплотнее к стенке проходил. Но он не наматывает их на себя. Потому что они не до пола. Были бы до пола, наверное, намотал бы. Провода наматывает нормально. Мы уже проверяли. Поэтому надо, чтобы проводов на полу не было. Ну, выбирает для себя какой-то алгоритм сейчас. Повторяю, мы включили режим полный автомат. Поэтому, какими алгоритмами он пользуется, непонятно. Ну, видимо, пошел сначала по периметру. Нет? Ну, в общем, достаточно хаотично. Хорошо, сейчас переключим режим. Для этого нажимаем паузу. Да, можно еще управлять вот этими стрелочками. И нажимаю налево, вот он поворачивается, да? Нажимаю вверх, он поехал вперед. Таким образом можно направить его туда, куда вы хотите. Так, ну, давайте нажмем какой режим. Периметр. Ну, в общем, вот так он с какой-то точки начинает. Но в итоге он обойдет весь периметр. Давайте какой-то другой сейчас режим выберем. Так, сначала мы его развернем. Поставим по центру и выберем вот этот точечный режим. Потом начинает кружиться на месте. Вот этот режим рекомендуется в том случае, если у вас какая-то здесь загрязненность. Наверное, опять-таки, это лучше на ковре применять. И он в этом месте более тщательно кружится и собирает. Ну, в общем, одно могу сказать абсолютно точно. Вот дня, третий день мы тестируем. И очень нам понравилось, как он работает. Все, на полу пыли никакой не остается. Так, возврат на базу. Нажимаем вот этот домик. Вот он ее увидел. Движется в сторону базы. Конечно, если он находится у вас в другом конце комнаты, дома, то лучше его вручную принести поближе, потом он сам заедет. Все. Встал на подзарядку. Вот когда моргает вот такой вот желтым цветом, эта кнопочка, это значит, он заряжается. Когда заряется, она будет зеленая. Вот если мы снимем и посмотрим сбоку. Вот выключатель. Так, заряжать его можно также без базы. Вот здесь есть гнездо рядом с выключателем. Если по каким-то причинам вам негде установить базу или еще почему-то, можно прямо так втыкать в зарядное устройство. Контейнер с мусором легко снимается. Нажимаем на клавишу. И вынимаем. Далее открывается вот эта крышечка. Вот. Это контейнер для мусора. Это фильтры, которые тоже можно вынуть и вытряхнуть. Видите, он немножко поползал. Вот уже, видите, сколько пыли собрал. Хотя только что вытряхивали. То есть пыль есть всегда. Также легко это ставится на место. Все. Так, значит, в комплекте инструкция. Здесь адреса мастерских, которые есть в нашем городе. Ну, тут Питер и Москва. Правда, почему-то без телефонов. Это я уже телефоны на сайте искал. Так, как я говорил, контейнер для мытья пола. Вот с такой тряпочкой, которая съемная, соответственно, на липучках. Сюда наливается вода. На контейнере для воды есть вот такие метки. 100 миллилитров 200-300. Ну, и это со временем уже каждый для себя будет знать, сколько ему надо наливать воды. В зависимости от площади убираемого пола. И вот эта крышечка открывается. Сейчас открою. Вот. А, вот хвостик-то. Все, открываем. Все, сюда сейчас пойдем зальем воду. Ну, вот для пробы 100 миллилитров залили. Сейчас попробуем. Так, после того, как пропылесосили, меняем, значит, мусорный контейнер на моющий контейнер. Да, вот эту тряпочку лучше смочить сразу, а то первое время с сухой тряпкой ездит бестолку. Так, ну что ж, начнем. Так, не еле заметный влажный след. Я не знаю, камера передаст? Нет. В сторону оператора направим. Видно? Видно? Ничего не видно. Ну, можете поверить на слово, влажный след есть. Попробуем еще раз. Здесь это немножко как-то поматрее стало. Ну, в общем, камеру не видно. Ну, ладно. Вот здесь вот видно мокрый след. Просто очень маленький расход воды. Там написано, что он очень экономный. И сразу, конечно, после уборки пыли, вот так вот пройтись, освежить пол очень хорошо. Запасная тряпочка. Так же вот такой комплект запасных частей. Так, сейчас откроем. Так, имеются запасные вот эти щеточки в комплекте. Они обозначены цветом желтое-синее. И так же здесь вот, чтобы не перепутать. Видимо, в разные стороны. И по-разному, наверное, сделаны. Так, вот такая щетка с ворсом. Изначально стоит здесь резиновая. Так, что еще? Батарейки здесь были, значит, для пульта. И идет вот фильтр, который установлен в мусорном контейнере. Я уже показывал. И вот такой инструмент для очистки, если волосы намотались там щеточкой или вот этими зубчиками. Зубчиками, как вилка. Так, значит, здесь, что удобно, легко снимаются эти турбощетки. Тоже не у каждой модели есть вот это вытаскивается. Ну и, собственно, вот она выдергивается. Все. Это удобно в том случае, если что-то намоталось, прилипло, снять, почистить. Потому что у некоторых, даже более дорогих моделей, бывает сделано так, что для того, чтобы их снять, надо пол пылесоса разобрать. Здесь это все предусмотрено. То есть, как бы этот модельный ряд из бюджетных, но у него столько такие характеристики, что, в принципе, наверное, не каждый дорогой пылесос имеет в своем наборе столько функций. Как мы видим, надписи везде на китайском. То есть, такое впечатление, что делалось для внутреннего китайского рынка. Но инструкция вся на русском, как неудивительно. И на коробке я показывал тоже, коробка вся на китайском, только наклейка на русском. И поэтому, видимо, он такое имеет хорошее качество, потому что для внутреннего китайского рынка изначально был предназначен. Повторюсь, это не реклама. Просто мне он понравился по качеству, по функционалу. Поэтому я про него рассказываю. Есть тут одна загадка. Давайте обратимся к картинке. Видите, на картинке есть какое-то управление через приложение. В инструкции об этом нет вообще ни одного слова. Кстати, и функции мытья полов тоже там нету ничего. Так, давайте посмотрим, что мы видим здесь. Включаем сеть. И есть вот такая кнопочка. Это я нашел на других пылесосах. Если ее подержать... Вот, загорается, видите, значок Wi-Fi. Моргает. Если мы скачиваем приложение iLife, там их два, то пытаемся его зарегистрировать, но он почему-то не регистрируется. Хотя в смартфоне есть вот эта сеть под названием робот там с какими-то цифрами. И в роутере также она регистрируется. Вот это какая-то китайская загадка. Что касается Wi-Fi, я задавал вопрос в техподдержку, значит, мне пришел ответ. Так как этот пылесос был сделан для китайского рынка, мобильное приложение все на китайском языке. Поэтому они его отключили. И говорят, у вас есть в комплекте пульт дистанционного управления, вот им и пользуетесь. Вот такой я получил ответ из техподдержки из Китая. Ну, в принципе, мне этот Wi-Fi не нужен для управления откуда-то там с другой точки мира. Где я покупал этот пылесос, ссылочку оставлю в описании под видео. Ну что же, всем пока!